Люди и природа замирают в напряженном ожидании. Накал страстей не хуже запуска на космодроме. Поднимается задвижка и в Волгу отправляются сотни особей. Ценные породы рыбы – сазана. Пока они еще совсем молоды, но со временем могут достигать 25 килограммов веса. Для саратовского речного транспортного предприятия, лидера отрасли речных грузоперевозок в России, пополнение волжских запасов стало уже традиционным. В рамках экологической акции и пополнения биологических ресурсов Волги акционерное общество «Саратовское речное транспортное предприятие» выпустил свыше 20 тысяч молодей сазана. Данная акция проводилась в два этапа. В этом году наше предприятие уже участвовало. В июле было выпущено свыше 10 тысяч особей стерляди. Площадкой для пополнения биозапасов становится речной берег в районе села Чердым. Это место определено решением Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства. Путь до большой воды молодь сазана преодолела из тепловского рыбопитомника. Как говорит его руководитель Николай Паснов, минимальная мощность по выпуску растительно-ядных рыб – это свыше 5 миллионов штук, а стерляди – в районе 3 миллионов. Сазан же представляет гастрономическую ценность. Сазан питается, у него кормовая база, значит, плантон, там, дафни, циклопы, то есть у него такая кормовая база. Ну, рыба, рыба. Рыба богата омега-3 кислотными, значит, это очень полезный, как вы знаете, витамин для каждого человека. Я, насколько я помню, даже в детстве был, нам доктора давали ложечку жира, значит, рыбьего. Вот. В этом плане, знаю, вот рыба, то есть полезная и, ну, и как бы и приятная к столу, и такая аппетитная. То есть не только стерить, но и сазанчик, и толстолобик, как бы она и в солке хороша, и завялись, и закоптить. Ну, то есть в таком плане. В рыбопитомнике объясняют, что сейчас пополнением рыбного ресурса занимаются в основном крупные предприятия. Есть другая проблема, связанная с очисткой реки. Очень мало, очень-очень, практически вообще мы не выпуская, не только мы, нет у нас проектов о зарыблении растительных ядных. Это очень плохо. Но вы посмотрите, как волк зарастает. А амуры, толстолобика, санитары водоема, вообще практически не выпускают. Я с 1984 года, с 15 марта работаю в Теплском рапетоннике. Вот. Я до сих пор не могу понять, почему. То есть вообще это дело науки. Это не наше дело. Наше дело, мы взяли заказ и выполнили его. Вся эта рыба выращивалась в естественных условиях, поэтому у нее наиболее стабильный процент выживаемости.